Сегодня буду рассказывать про склад. Меня тут в коридоре остановили и спросили, вы будете рассказывать про разгрузку складов? Я не буду рассказывать про разгрузку складов, мало того, этот термин для меня новый. Я только вчера его первый раз услышал. Это было очень непривычно, скажем так, необычно. В России как-то такой тематики нет. Но про аудиоманию я думаю, что вы уже все послушали на моем предыдущем докладе, поэтому перейдем сразу к сути. Давайте для начала поймем, у кого что. Есть ли у кого-то склад? Понятно, что интернет-магазин есть у всех. Есть ли у кого-то склад в интернет-магазине? Замечательно. А у кого нет, но собирается сделать? Очень мало. Остальные интересны. Просто так, из-за интереса. Я не представляю, как вы что-то видите. Главный такой постулат, который я все время вывел, это то, что склад — это главный кошмар руководителя интернет-магазина или логиста. Зависит от того, у кого чего. И, в общем-то, практически все беды начинаются здесь. То есть то, как работать с клиентом, более-менее освоили все магазины, а вот то, как дальше работать с клиентом, об этом, как правило, не говорят на конференциях. На конференциях говорят о привлечении клиентов, о лояльности, о мотивации, о чем угодно, о всяких технологиях, о контекстной рекламе, о том, что делать с клиентом дальше, мало кто вообще говорит. И, действительно, логистика — это большая, огромная проблема, на которую закрывают глаза. И те, кто ответственный за этот сектор, как правило, вынуждены решать эту проблему каким-то собственным путем. Вот это фотка. Это не фотка нашего склада, к счастью. Эту фотку я взял с сайта christmastraditions.com. Там справа довольная хозяйка этого склада. Не знаю, чему она радуется. Может быть, потому что коробок много вокруг, это так приятно. Но как они работают с этим складом, я себе с трудом представляю. Судя по названию, они чего-то к Рождеству продают или готовят. Но подарки, может быть, какие-то. Но как это работает, я боюсь, что никак. Или они всей компанией дружно собираются, приглашают своих друзей, родственников, детей, жен, мужей, дядей и тетей, и они дружно роются в этих коробках, пытаются понять, где то, что им в данный момент нужно. Перечислим, собственно, главные проблемы, которые возникают на складах. Я думаю, те, у кого есть склады, уже прекрасно понимают, что эти проблемы их касаются. Я думаю, фоткать бессмысленно, потому что презентация будет доступна. Если хотите, конечно, на здоровье, не возражаю, просто не тратьте время. Одна из главных проблем – долгий поиск товара. То есть товар-то на складе есть, мы, вероятнее всего, знаем, что он там, он где-то есть. Но где лежит этот товар, знает тот, кто его туда положил. Когда принимали товар, его куда-то положили на полку. Если работает один кладовщик, и у него хорошая память, то все хорошо. Он, как правило, знает, куда он положил, и все замечательно. Но если вдруг этот кладовщик заболел или ушел в отпуск, компания погружается в хаос. Потому что другие сотрудники, они не в курсе, коллективного разума еще не придумали. И они не в курсе, где что лежит. В результате время поиска, такое замечательное слово, поиск товара на складе, оно увеличивается раз в 10, а то и больше. У нас были случаи, когда во время отпуска руководителя склада, тогда у нас еще небольшой был склад, иногда целый день могли искать все дружные сотрудники склада, какой-то маленький, но очень дорогой товар, потому что его заказали, он где-то есть, а где? И если он точно, то вдруг его кто-то стащил, может быть. С увеличением складок и количество сотрудников проблема увеличится экспоненциально, потому что есть какие-то сотрудники работающие, вообще есть такая тема, что можно разделить склад по зонам, и в каждой зоне будет свой ответственный сотрудник. В этом случае мы в какой-то степени поделим эту проблему на количество зон, но мы ее не решим, потому что с уходом или болезнью, или отпуском любого ключевого сотрудника любой ключевой зоны мы погружаем в хаос эту зону. То есть проблема очень серьезная. Вторая проблема — это пересортиться, когда какой-то товар по ошибке взяли не тот, отправили какому-то клиенту. Понятно, что в этом случае мы обидели сразу двух клиентов, потому что если у нас этот товар в единственном экземпляре, у нас его там не 100-500 штук, то мы отправив не тот товар клиенту, мы, во-первых, потратились на доставку, взяли этот товар, отправили, а это не то, что нужно. Нужно потратиться на возврат. А во-вторых, мы обидели второго клиента, который, возможно, в это время заказал именно этот товар, И ему нужно было его отправить, а отправлять нечего, потому что отправили не тому клиенту, нужно ждать, пока вернется. Понятно, что эта проблема решается с закупкой большого количества товара, но это не всегда возможно. Да и даже не то, что это вопрос денег, иногда просто товаров физически больше нет. Например, он кончился, а что делать? То есть мы получили двух недовольных клиентов и увеличили свои расходы сильно. Как минимум на логистике и потеря лояльности, которую тоже можно измерить в деньгах, но немножко сложнее. Почему? Потому что идентификация товара осуществляется на глаз. То есть лежит на полке какая-то коробочка, кладовщик подошел, взял, о, вроде то, что надо. У нас была забавная история с наушниками, которые обычно маркируются так. Буквки BL — это black, черный значит. Ну там RD, red и так далее. И тут один из производителей сделал, у него было несколько ассортиментов различных наушников. У него были наушники красные, синие, черные. На одной из них была маркировка BL. Коробка была закрытая. Кладовщик ОБЛ — это черные. Упаковали, отправили. БЛ — это blue, это синие. В результате мы отправили последние синие наушники не тому, кому надо. После этого приходит клиент в магазин, говорит, о, круто, я хочу синие наушники подарить. Мне нужно как раз именно синие. Без проблем, сейчас продадим. Продавать-то нечего. Поэтому это тоже влияет на бизнес и, естественно, бьет сильно по лояльности. Новые сотрудники очень долго входят в курс. Ну причина та же самая, по-хорошему. То есть им нужно рассказывать ту логику, которую заложил в склад, ну либо руководитель склада, либо тот, кто занимается раскладкой и знает, где что лежит. И действительно у нас это все практика, это все факты. То есть действительно по ходу обучения давались телефоны сотрудников, которые в случае чего расскажут, где что лежит. И тут появляется еще одна проблема, что эти сотрудники вообще-то хотят, чтобы у них были выходные. И когда в субботу, а компания у нас работает каждый день без выходных, когда в субботу приходит какой-то клиент, а кладовщики, работающие в выходные дни, не могут найти какой-то товар, они беспокоят, естественно, кладовщика, который знает, где лежит. То есть мы дополнительно теряем еще и лояльность сотрудников, которые вынуждены в свой выходной заниматься работой, что, в общем, не очень приятно и не очень хорошо сказывается на лояльность сотрудника компании и его продуктивности, соответственно, в будущем все-таки башке нужно давать отдыхать. Ну и хорошо, да, если у нового сотрудника хорошая память, ему один раз показали, он все запомнил. Но склад — это же постоянное движение, товары не лежат на одних местах, они уходят, приходят, запомнить все равно это невозможно. Поэтому в один прекрасный момент мы поняли, что все, мы приближаемся к точке X, мы это поняли где-то в начале лета, мы поняли, что когда наступит осень и зима, наш, собственно, высокий сезон, то мы просто не сможем обслужить всех клиентов, которых мы привлечем. И в результате мы получим безумное количество негатива от клиентов, мы не получим тех денег, которые планировали, которые могли бы получить, просто из-за того, что наша логистика не справится с тем объемом, даже если мы наймем еще народ. Потому что вот эта вот роящаяся толпа на складе, роющая там коробки, бегающая по стеллажам, она абсолютно непродуктивна. Кстати, я периодически хожу на экскурсии по складам интернет-магазинов, так, напрашиваюсь где-то, где-то они сами предлагают, и я вижу даже у крупных интернет-магазинов вот такую схему, когда по складу бегают люди, иногда даже на роликах ездят, то есть якобы это ускоряет, да, оно ускоряет доставку человека куда-то, но тот факт, что товар находится именно там, где он предполагает, это большой вопрос. Вероятнее всего, ну не вероятнее всего, вероятнее всего найдет, конечно, но не стопроцентная эта вероятность. Дальше возникает необходимость еще одного человека, который, возможно, что-то слышал, куда это положили и так далее. Увеличить производительность труда. То есть вот это вот все время, которое тратят люди на поиск товара, оно достаточно значительное. И поскольку клиентов, естественно, e-commerce всегда растет, но сейчас уже на текущий момент, я думаю, что у вас это тоже не исключение, мы вынуждены постоянно нанимать новых сотрудников, которые все равно вынуждены бегать и тратить кучу времени. Поэтому производительность труда нужно поднимать любыми способами, потому что иначе невозможно будет скоро уместить всех нужных кладовщиков на этом самом складе. Про пересортису сказал уже. Быстрая и легкая масштабируемость. То есть понимая, что мы растем примерно на 40% в год, мы должны, имея ту систему, которую, собственно, мы строим, спокойненько переехать на склад, допустим, в 10 раз большего размера, там это все развернуть, и оно должно продолжить работать. Просто наимом новых людей. То есть просто берем еще одного человека, не хватает еще одного человека, но система при этом не меняется, она должна продолжать функционировать в том же режиме, в каком она функционирует сейчас. Ну и, собственно, как следствие, необходимость быстрого обучения сотрудников. Пришел новый, мы ему не бегаем по всему складу и рассказываем, у нас сейчас тысячаметровый склад, я себе представляю эту историю, что я должен человека за ручку провести по всем этим 100-500 стеллажей, показать на каждой полке, что где лежит. Это ужасно. Ну и, собственно, какие пути решения существуют на рынке? Есть тема отдать склад на аутсорсинг. Я сейчас расскажу об этом подробнее. То есть существует, во всем случае, в России их достаточно много, в Беларуси пытался найти, не нашел. Может, плохо искал, а может, просто действительно нет, и это очень клевый новый рынок, может быть, для кого-то из вас, потому что в России некоторые fulfillment-компании, которые занимаются… Вообще слово fulfillment — это не только склад, это вообще обработка и работа с товарами, то есть это приемка товаров, идентификация, раскладка, дальше сборка. То есть это все такие логистические процессы от начала, когда принимается товар, до момента, когда он отгружается. То есть вся работа с заказом, она, в принципе, может быть отдана на аутсорсинг. То есть вот этот весь процесс обработки заказа называется fulfillment. И вот fulfillment-компании в России, они активно развиваются сейчас. И у меня даже на этой теме есть отдельный доклад. Могу потом ссылочку прислать, если интересно. Беларусь, не знаю, но это очень клевая тема. Очень клевая. У нее есть плюсы, минусы. Об этом чуть-чуть позже. Можно внедрить готовое складское решение. Что такое готовое складское решение? Это некая система для больших промышленных складов. Я тоже поговорю об этом чуть-чуть позже. Можно применить простое решение типа Excel. Такое с нулевой ценой внедрения. Тоже расскажу. Ну и, собственно, разработать, внедрить свое. Это наш путь. Как я говорил, компания AudioMoney, она идет всегда своим путем. Даже если этот путь отличается от общепринятых норм. Если мы знаем, что так и нужно, мы только так и идем. Значит, аутсорсинг, fulfillment. Такие страшные слова, нерусские, но русских нет. Во всяком случае, эти слова считаются уже почти русскими. То есть мы отдаем работу с товарами некоей компании, которая, собственно, этим и будет заниматься вместо нас. Аутсорсинг. Отдаем кому-то, fulfillment, процесс, о котором я говорил. Что это такое? Что включает в себя? Получение товара, маркировка, идентификация и проверка количества. То есть когда вы получаете товар от поставщика, у вас есть накладная, есть какой-то ящик или, не знаю, несколько ящиков с товарами, которые вы получаете. Если это работает fulfillment компания, она сама проверяет, насколько все соответствует, насколько коробки целые, все лепит свои этикетки, естественно, и идет размещение на складе поэкземплярно. То есть чем отличается от склада обычный услуг складского хранения? Это в том, что на складе обычно берется коробка в том виде, в каком она пришла и просто ставится на полку. То есть если вы арендуете какой-то склад и они предоставляют вам такие услуги, то это, как правило, просто взять коробку и поставить на полку. Они не занимаются вопросом идентификации, поиска. То есть фактически это те же грабли, только отданные другой компании. В случае fulfillment это хранение именно поэкземплярное. Каждый товар идентифицируется и каждый товар известен, где лежит. Дальше по вашей команде fulfillment компания может собрать заказ. Это, естественно, идет информационное взаимодействие между магазином. То есть магазин интегрируется при помощи неких программных интерфейсов. И, грубо говоря, в вашей CMS в заказе появляется кнопочка «отгрузить». По этой команде в fulfillment оператору отправляется информация, что нужно отгрузить, кому и каким способом. Есть fulfillment операторы, которые интегрированы с почтой. Или с какими-то логистическими компаниями. Вы таким образом одной кнопкой решаете все проблемы. То есть нажимается одна кнопка. Им пошла команда, что нужно собрать вот такие-то товары. Они их собирают, сами задумываются о том, как надо упаковать, чтобы доехало. Какую надо доупаковку использовать, какие упаковочные материалы. Дополнительно что насыпать в коробку или как это обклеить. Или несколько коробок. Зависит от того, что за товар и как его будут доставлять. На фото fulfillment center beta production я был у них в гостях и видел, как у них на складе лежат лыжи. И они говорят, мы отправляем почтой. Я говорю, ну почтой, лыжи. То есть потом четыре лыжи вместо двух приезжают. Они говорят, да нет, все нормально приезжают. Я говорю, да не может быть. Дальше сноуборды лежат. Я говорю, вы почтой сноуборды отправляете? Они говорят, да. Я говорю, не может такого быть. Дальше монеты какие-то коллекционные. Я говорю, так их стащат же, сопрут. Это вопрос. В общем, они умудряются все это делать, и при этом они гарантируют результат. То есть если вдруг что-то где-то потеряется, сломается или не доедет, они отвечают деньгами. То есть фактически вы защищены от этого. И в том числе от пересортицы и от всего остального. То есть это их головная боль, если вдруг что. Потому что вы тут ни при чем. Это все делают они. Ну и передача, понятное дело, в службу доставки. И дальше важный момент, о котором много кто забывает, это обработка возвратов. Очень тяжелая геморройная проблема. Нужно получить эту коробку от клиента, распаковать, удостовериться, что там лежит именно то, что отправляли клиенту. Понять, в какой кондиции это. Можно ли это снова продать в розницу другому клиенту. То есть все ли в порядке с этим товаром. Это важно. В случае фулфилмента они, как правило, это берут услугу на себя. Ну как в каких-то, за исключением каких-то сложных случаев, например, возвращается электроника. Они не в состоянии ее, может быть, грамотно проверить. Потому что те люди, которые там работают, они не являются, скажем так, экспертами по технологиям и специалистами сервисного центра. То есть иногда все-таки требуется внимание в зависимости от сложности товара. Но если это, например, кружка или ваза, то можно просто визуально посмотреть. Все цело, окей. Ставим обратно на хранение и готовы отгрузить ее следующему клиенту. Это готовое решение. Ну пример. Я просто посмотрел, какие решения сейчас в России доступны на текущий момент. И вот некое такое готовое решение. Значит, есть складской терминал. Каждый складской терминал стоит в среднем порядка 2000 долларов. Дальше, естественно, есть точки доступа, есть специальные принтеры, есть серверы, на которые нужно поставить соответствующее программное обеспечение. Все это нужно обслуживать. Я не представляю, как e-commerce может вот такое вот попробовать внедрить чье-то. Потому что сама стоимость внедрения, ну, это сотни тысяч долларов, а то иногда и миллионы. То есть это абсолютно неприемлемо для мелких и средних компаний. Никто не может позволить себе такие деньги. То есть это может позволить себе компания, которой действительно серьезный большой склад, у нее там опытовый бизнес или вообще это тот же fulfillment оператор, который тоже использует такие системы. Но, как правило, они разрабатывают, естественно, сами, потому что нужно много вопросов решать, связанных именно с кастомизацией и с оптимизацией их собственных ресурсов. Потому что ресурсы очень разные, люди очень разные, товары и так далее. То есть много тонкостей. Готовые решения, как правило, не предусматривают никаких тонкостей. То есть есть какая-то общая канва, в эту канву все вписывается. Вписываетесь вы, не вписываетесь. Ну, то есть дополнительная разработка, как правило, это тоже очень серьезные вложения. То есть готовое решение модифицировать, а дальше возникают проблемы с модернизацией, точнее с обновлением этих готовых решений. То есть если люди, эта компания выпустила новую версию, например, из своего склада, она уже не может вам ее просто обновить, потому что ваша версия, ваша система уже отличается, она доработана. В этом смысле это такой капкан. То есть вы вроде как сделали для себя, но если вдруг возникают ошибки, то вы не в состоянии эти ошибки ликвидировать, вынуждены снова платить достаточно дорогим разработчикам. Самое простое решение, которое можно себе представить, это Excel. То есть есть некие номера мест. Сейчас я немножко расскажу подробнее про адресное хранение. То есть грубо говоря, у вас есть места, помеченные там буковками какими-то или циферками. А по вертикали у вас товары. На пересечении количество товаров, которые там лежат. То есть вот это вот может позволить себе любая компания. То есть грубо говоря, берем на складе, ставим компьютер, запускаем на нем Excel, вводим первичные данные, которые у нас есть, мы их знаем. Ну, полагаю, что знаем, что у нас есть на складе. Во всяком случае, в ближайшем приближении дальше можно будет провести инвентаризацию. И дальше единственное, что кладовщик в момент, когда он что-то берет со склада по той или иной причине, он должен подойти к компьютеру и поменять количество. Было на этой полке два, станет один. Понятно же? И просто. Так, про адресное хранение есть. Давайте я сначала про адресное хранение. Я очень сильно упрощу теорию. Вообще стоит посмотреть в сети, просто написать адресное хранение, и вы получите безумное количество статей о том, какое бывает адресное хранение и как его использовать. Но по-хорошему все сводится к двум вещам. Во всяком случае, мы для себя свели к двум вариантам адресного хранения. Вариант номер один. Это есть некие статические ячейки, то есть стеллаж, полочка, и на этой полочке может лежать только один какой-то конкретный артикул. Количество, ну столько, сколько на полочку влезет. Но другого артикула на этой полочке храниться не может. Мы так называемые статические ячейки, лимонные места. Или динамические ячейки. Может быть, более большого размера, так называемые мультиместа или динамические ячейки, на которых может лежать разное количество совершенно любого товара. Ну опять же, ограничено, может быть, местом или чем хотите. То есть пока этот товар можно взять и, собственно, идентифицировать. Что мы сделали? Мы решили отказаться от жутко дорогих терминалов складских, потому что, во-первых, складские терминалы, которые доступны сейчас на рынке, это жуткие-жуткие динозавры. Это, как правило, такие модернизированные планшеты, не планшеты, телефоны, не телефоны. Некое устройство, которое работает на Windows CE, если вы знаете, что это такое, или Windows Mobile, то есть платформа, которой, в общем, уже нет, которая уже мертва, которую никто не использует. Но поскольку промышленные решения, они идут очень медленно, совершенствуются очень медленно, а технологии у нас растут сейчас и совершенствуются очень быстро, то вся эта складская история, она до сих пор плетется из 90-х. То есть вот эти терминалы с экранчиками с разрешением 320 на 200, естественно, которые не тачи, в них нельзя тыкать, с кучей кнопок, которым нужно еще понять, как этим пользоваться. Специальные программы, которые написаны именно для этих терминалов, и разработчики, которые это умеют, они очень дорого стоят. Как правило, стоимость головы такого разработчика 2000 долларов в месяц. То есть себе это позволить такого разработчика очень непросто. И то хорошо, если вы найдете того разработчика, который в курсе и умеет, и действительно сделает то, что нужно, и хорошо сделает. Поэтому мы пошли другим путем. Мы взяли самый дешевый планшет на андроиде. Нам это обошлось что-то примерно в 50 долларов за одну штучку на тот момент. И мы решили, что вся наша система, она будет работать в окне браузера. Ну, собственно, вся наша админка, она в принципе работает в окне браузера. Да и, по-моему, сейчас вообще все что угодно работает в окне браузера. Даже Microsoft Office существует для браузеров. В общем, это совершенно не что-то экстраординарное, совершенно обычная вещь. Поэтому мы решили, что будет планшет. Мы сделаем веб-приложение, которое будет просто в окошке на этом планшете работать. И дальше маленький USB-шный сканер. Возможно, для вас будет новостью, что вот эти все сканеры, USB-шные или Bluetooth-ные, неважно, они работают как клавиатуры. То есть подключая этот сканер к любому устройству, к компьютеру или к планшету. И, кстати, к любому планшету современному, любому абсолютно, можно подключить клавиатуру. А если можно подключить клавиатуру, то можно подключить и сканер, поскольку нет никакой разницы. Как это выглядит для компьютера или для планшета? Когда вы сканируете какой-то штрих-код, то компьютер или планшет думает, что вы как бы быстро-быстро на клавиатуре набираете циферки. Для него нет никакой разницы. Поэтому если у программы есть поле для ввода этого самого штрих-кода, то все, проблемы нет. То есть мы берем этот сканер, подключаем его, сканируем штрих-код, и дальше это передается через обычную стандартную форму, как на веб-странице, если вы заполняете, например, какой-то адрес свой или телефон и нажимаете кнопочку. Или не нажимаете кнопочку, она сама нажимается. То есть получается, что все эти дорогущие средства и дорогущие терминалы, то есть их цена, почему она, собственно, такая? Терминалы эти, они ударопрочные. То есть да, на складе бывает такая история, что можно уронить терминал, например, на пол. Бетонный пол, он может разбиться. Да, эти терминалы, которые стоят по 2000 долларов, они, конечно, ударопрочные. Их можно, там, футболами нельзя играть, но уронить, как правило, ничего страшного не произойдет. То есть они на это рассчитаны. Но если прикинуть, сколько стоит вот такое оборудование, то, в общем, можно бросать на пол и топтать, не знаю, там, по несколько планшетов в месяц, и все равно это будет значительно выгоднее. А мы пошли немножко другим путем. Мы заказали в ближайшей мастерской по пошиву каких-то нестандартных вещей. Может быть, это швейная мастерская или что. Я, честно говоря, не занимался этим вопросом, но нашли, ребята, контору, которая готова была нам сшить чехлы на заказ. И эти чехлы крепятся на руку к кладовщикам. При этом получаются свободные руки. Сам сканер, он висит, как у врача, через шею. В итоге абсолютно свободные руки. Планшет на запястье одной руки, другой рукой можно взять сканер, если он необходим. Ну и бейдж для авторизации. То есть нужно как-то понять, кто, собственно, работает, потому что кладовщиков много, и если вдруг кто-то сделал какой-то косяк, то нужно понять, кто. Для этого обязательно нужна авторизация. Заставлять тыкать в экран, авторизоваться там кнопочками, буковками. Это бессмысленно, когда есть сканер, он моментально все сканирует. То есть мы сделали индивидуальные бейджи для каждого сотрудника, и при сканировании система понимает, кто, собственно, вошел в систему. Да, конечно. Я думаю, вопросы, если вдруг возникают, задавайте прямо по ходу. Только ждите микрофона, чтобы все было хорошо слышно. А скажите, по вот этим планшетам можно отслеживать, где находится сейчас данный работник? То есть вышел он, зашел? В смысле из помещения? Ну, может, он, да, вообще вышел куда-то, а вы не знаете, например. Но у нас как организовано? У нас есть система контроля доступа по карточкам. То есть есть территория склада. Если человеку нужно выйти за территорию склада, он подходит, прикладывает к считывателю свою карточку, и он вышел. Все входы-выходы, они идут через компьютер, и все это регистрируется. Причем мы даже немножко пошли дальше. Мы сделали разные ключи для внутренних перемещений между различными помещениями логистического комплекса и входным ключом. Обычно все делают одну карточку, и с этой одной карточкой человек может выйти на улицу. Вот мы сделали так, чтобы на улицу человек мог выйти только со своим ключом от уличной двери. А дальше он подходит к своему шкафчику, в котором лежат какие-то вещи, халат складской, у кого что, куртки. Иногда работать на улице приходится, если холодное время. И там у него лежит этот ключ, который запрещено выносить со склада. Вот этот ключ он кладет на полочку, берет другой, и дальше он может перемещаться по складу, но этим ключом, который он перемещается по складу, он не может выйти на улицу. Да, конечно. Секундочку, микрофон. Сейчас есть программное решение, которое с помощью фотокамеры просто-напросто позволяет сканировать код. Вы пробовали? Да. Быстро? Да, работает. Быстро работает? Да. Окей, здорово, давайте делать. Значит, на самом деле это работает плохо. По двум причинам. Причина номер один. Это необходимо писать приложение под этот конкретный телефон. Качается просто. Качается что? Программа. Которая что? Которая сканирует и выдает в текстовом формате полностью штрих-код, который нужен. И куда дать издевает? Куда хочешь, туда ставишь. Здорово, то есть с этой программой нужно стыковаться. Да. Ну окей, это не проблема. Но это дешевле, чем покупать штрих-код, который будет макляться. Вы забыли учесть стоимость разработки и внедрения. Попробуйте. Но это масштабируется быстрее. Это решение. Это может быть решением. Я больше скажу. Сейчас, вот в данный момент, уже есть, Motorola выпустила в формате планшета со встроенным сканером, нормальным, человеческим. Потому что камера действительно приличная, которая в складских условиях, при не супер-пупер освещенности, может быстро вот так вот пик. То есть это все равно надо нажать, пока он подождает, пока сфокусируется. Он сфотографирует, потом распознает. На это уйдет, ну если у вас очень хороший аппарат, у него там подсветка и хватит при этом батарейки на целый день, на это уйдет секунды 4-5. А если вам нужно взять 10 товаров, которые лежат на этой полке, вы потратите на это почти минуту. С сканером обычным, именно сканером штрих-кодов, вы потратите на это пик-пик-пик-пик, может быть даже меньше 10 секунд. Спасибо. То есть это имеет право на существование. Да, можно так делать, если вы готовы это решение таким образом реализовать. На здоровье. Это ваше право. Я ни в коем случае не навязываю. Я все равно рассказываю, как мы это сделали. То есть, естественно, мои доклады в основном заставляют задуматься. То есть я стараюсь, чтобы вся эта информация, она влезла в мозг и дала некую пищу для размышления. То, что существуют различные решения, конечно, их много. Но, кстати, вот тот самый терминал, о котором я говорил, мотороловский со встроенным сканером, он стоит, по-моему, полторы тысячи долларов. То есть это некий такой компромисс. Оно вроде как дешевле, чем классический складской терминал. При этом оно работает на андроиде, позволяя запустить то самое веб-приложение, о котором я говорю. И при этом это вроде как промышленное решение. Ну, то есть решения есть разные. Скажите, а вы не рассматриваете сейчас очень модную тему радиометки? Модная, но плохо работающая. Я знаю, что внедрили эту штуку господа из ЕСК. Это крупнейший российский магазин детских товаров. У них очень серьезный, очень классный склад. Я тоже был, смотрел, как они делают. Они используют эти метки и периодически возникают косяки. Поэтому они параллельно с метками все равно лепят штрих-код на случай, если не прочитается. То есть технология не то, что не могу сказать сырая, но не очень хорошо предназначена для тех реалий, в которых их используют. И я очень сильно сомневаюсь, что они плохо сделали. Они сделали как смогли. То есть да, это в какой-то степени упрощает в некоторых ситуациях. Они используют не для товаров, они используют для корзинок. У них они складывают в корзинки. Ну да, и эта корзинка дальше едет по конвейеру и считывается считывателем, и дальше корзинка направляется в зависимости от того, что считалось или не считалось. И вот если не считалось, эта корзинка начинает требовать внимания. То есть нужен человек, который скажет, а, да, так, это вот уехало не туда, куда надо, я должен подойти, я должен сочетать идентификатор корзинки, посмотреть, что это такое, это тратит время. То есть в итоге они все равно это внедрили и запустили, просто потому что это экономит время, у них очень большой поток, у них несколько тысяч заказов в день. Они по-другому не могут. Но вот эта вот история, то есть когда корзинка направляется системой в нужную сторону, это сильно экономит время, а когда нет, она его тратит. Но в итоге в балансе выгодно все равно. Но в целом вот аккуратнее и... Ну сложно сказать. То есть может быть у кого-то получится решить, может быть дело в оборудовании, может быть дело в самих этих метках, но вот есть опыт внедрения такой не до конца удачный, и поэтому может так случиться, что эти RFID, они... Ну в общем не на 100%. Это 100%. То есть код не прочитается только если его совсем там стереть или закрасить, но это уже совсем такой комичный случай. Значит, вторая причина, почему мы решили делать самостоятельно, была в том, что у нас есть вот такой вот очень, ну прямо скажем, необычный товар, который не имеет собственного идентификатора. Более того, на товаре вообще нет ни одного текста, ни одной надписи. Когда мы обратились с этим товаром в Beta Production, говорю, ребята, вот нам очень сложно... Сейчас я расскажу. Нам очень сложно с этим товаром. Давайте мы вам его отдадим, вы будете там комплектовать заказы. Они говорят, окей. Значит, каждый товар мы должны будем положить в пакетик, наклеить на него этикеточку, сколько у вас их там? Несколько сотен тысяч. Хорошо, и выкатили нам такой счет, что мы со стульев попадали. Потому что, естественно, должны быть люди, которые будут это вкладывать, каждую пятюльку. И если прикинуть, что есть такие пятюльки, которые стоят там несколько центов, то получается, что мы должны будем увеличить цену всех этих штук, иногда даже в два раза. Естественно, их перестанут покупать. Какой смысл людям покупать такую дешевую вещь задорого, просто потому что мы решили склад оптимизировать? Люди это не поймут, конечно. Поэтому они отказались. Мы отказались, и они отказались. То есть мы не договорились. Нам пришлось идти своим путем. При этом вот такие резисторы, мы их раньше идентифицировали как. У нас была специальная программа, и там есть полосочки. Последовательность и цвет этих полосочек, собственно, и дает возможность идентифицировать, какой номинал у этого товара. Непросто. Поэтому мы решили, что этикеток на товары мы на такие клеить не будем. Мы их будем класть в ячейку, используя то самое моно-место. То есть то, о чем я говорил. Два принципа адресного хранения. То есть мы положили туда в этот ящик эти товары, и других товаров в этом ящике не будет. То есть это только один артикул. При этом мы выстроили целую стену. Если сейчас вернуться немножко назад, то вы можете на заднем плане увидеть кусочек этой стены. То есть она реально там с пола до потолка и на всю стену, и там в каждом ящике лежат товары. Естественно, не обязательно, что весь ассортимент, весь все количество товара этого артикула будет лежать в одном ящике. Он может лежать в разных. Главное, чтобы система знала, сколько и в каком ящике лежит. И тогда при сборке не возникнет проблем, и в будущем не возникнет проблем. Потому что человек раньше был… То есть мы стену-то построили немножко раньше, еще до введения этой системы. Поэтому вы здесь можете увидеть цветные этикеточки, наклеены на ящиках. Это как раз, чтобы идентифицировать, какие именно там резисторы. Там, где не резисторы, там было просто написано наклеечка, что за товар лежит в ящике. И раньше человек мог из любого ящика взять любое количество, и фиг его знает, сколько там осталось. Нумерацию мы решили сделать по горизонтали, по вертикали. То есть здесь, как видите, 42, 33. Значит, 42 по горизонтали, 33 по вертикали. Очень просто. Система, когда говорит, где взять, она как раз и говорит 42, 33. Очень просто. Сотрудник подходит, находит 42, 33, выдвигает ящик и берет сколько ему нужно, при этом сканирует штрих-код места. У товара своего штрих-кода нет. Сейчас я об этом немножко подробнее скажу позже. Есть у нас товары еще немножко крупнее. То есть не только такие вот маленькие, но крупные, на которые тоже сложно на каждой наклеить свою этикетку и потом их размещать на стеллажах. Это не оптимально, потому что они могут быть все-таки… но они достаточно маленькие, не очень большие коробки. Строить какие-то специальные стеллажи очень сложно. Поэтому мы решили использовать лотки. Но мы так между собой называем их кошачьи, очень похоже. То есть принцип, логика та же самая. То есть на лотке есть этикетка, и эта этикетка одновременно является и этикеткой товара на тот момент, пока товар лежит в этом лотке. А как только товар закончился, этикетка становится ничем. Ну то есть свободный лоток. Я готов ответить на вопрос. Хотел спросить, во сколько обошлось разработка приложения для андроида и… Не приложение для андроида. Как я говорил, это все работает в окне браузера. То есть никакого приложения мы не разрабатывали. То есть это продолжение просто нашей, можно сказать, CMS-ки, просто дополнительные скрипты, которые работают на основе форм. То есть это форма. Я хотел привести, только забыл взять. Но, собственно, как выглядит планшет, вы себе представляете? Дальше там открыто окошечко, в котором всего одно поле. Это поле для сканирования. То есть когда мы, допустим, в инфорежиме просто сканируем что-то, она говорит, это место такое-то, на котором лежит вот это. То есть этот скрипт любой маломальский приличный программист напишет за один день. То есть это комплекс скриптов, которые в зависимости от того, что делает кладовщик, выводят на экран, прямо в браузер некое действие. То есть мы можем хоть iPod, хоть iPhone, что угодно. Это абсолютно не завязано ни на какую платформу, лишь бы просто сканер подключался к этому устройству. То есть правильно ли я понимаю, что это прямо в интернет-магазине, в CMS-ке встроен дополнительный функционал? Совершенно верно. У нас много дополнительного функционала, но вот это один из них. То есть никакое приложение мы не разрабатываем. У нас есть программист, у нас один программист занимался этим. И мы, как написано в анонсе, на самом деле примерно за три месяца от идеи, от продумывания всей логики до внедрения прошло. То есть мы уже осенью, начали мы весной, осенью мы уже запустили эту штуку. Основное время, конечно, было и основная сложность именно на внедрение, когда кладовщики, естественно, сопротивлялись, потому что нужны новые действия. Часть товара разложена, часть товара не разложена, часть товара неизвестно где. Отказ от бумаги очень… В общем, было непросто. Если время у нас останется, я потом расскажу. У нас 22 минуты всего осталось. Ну-ка, правда, там еще время на вопросы. Можем его немножечко затронуть. Дальше идут стеллажи. То есть стеллажи — это более привычное место для хранения. То есть на каждом стеллаже, на каждой полке есть этикетка. Этикетка этой полки — это и есть место. На этом месте может лежать сколько угодно товара, какого угодно. Полки, естественно, могут быть какого угодно размера. В разных местах мы делаем разную высоту в зависимости от того, сколько у нас какого товара. Мы это примерно знаем. Динамику и движение мы тоже примерно знаем. Поэтому мы изначально строим те стеллажи, которые нам нужны. Поскольку стеллажи очень разные бывают. Я думаю, что в Беларуси их тоже в ассортименте разном можно купить какие угодно. То есть они все очень легко собираются, очень легко разбираются, и полки очень легко переставляются. То есть добавив полку, изменив высоту, естественно, надо будет все снять, все заново положить. Это не та проблема, о которой стоит задумываться. Добавить еще одно место. Опять же, в системе делается еще один скрипт, который просто добавляет места в систему. Очень простая история. Вот это пример, как это все расположено поближе. То есть есть этикеточка. В данном случае на этикеточке места написано стеллаж 11 вместо 20. И на нем лежит товар, и на товаре наклеена наша этикетка. Тут важный момент, который мы тоже приняли для себя, что мы будем использовать только собственные этикетки. Мы не будем полагаться на штрих-код производителя. По каким причинам? Причин несколько. Во-первых, иногда бывает товар, на котором нет штрих-кода. Вот такой производитель. Мы продаем также еще и хай-энд технику. А хай-энд, как правило, некий хендмейт. То есть человек сам что-то сделал, какую-то коробку взял, положил. Какой там штрих-код, о чем вообще? Есть неприятные истории, когда на коробке на разных товарах производитель клеит один и тот же штрих-код. Например, он не разделяет товары разного цвета. Мы себе это никак не можем позволить. Ну как, мы перепутаем. И бывают еще неприятные истории, когда производитель вдруг внезапно меняет штрих-код. Приходит новый товар, а такого товара нет в системе. Начинается выяснение, как же так, вообще что это такое. Поэтому мы от этого отказались сразу и решили все-таки свои этикетки, свои коды ввести. И здесь на этикетке сразу и понятно, и артикул какой. То есть если вдруг возникают какие-то вопросы, то все кладовщики знают, как из этих циферок понять, какой артикул товара. И дальше уже посмотреть по базе какие-то вопросы, если возникают. Дальше классический вопрос по распределению места на складе. Потому что все серьезные складские системы, они подразумевают и даже обязывают измерять размеры коробок, потому что есть размеры мест тоже. То есть вопрос в длине, ширине, высоте. И все это должно обязательно работать в автоматическом режиме. Мы от этого отказались, потому что это сложно, во-первых, в реализации, сложно, во-вторых, в внедрении и дополнительно грустно кладовщиков, которые должны будут измерять каждый входящий товар. А если поставщик изменил формат упаковки, значит мы опять должны все перемерить. Мы даже нашли, хотели сначала внедрять, нашли. Есть такое решение, лазерная, не знаю, как это правильно называется, но в общем штука, которая лазерами мерит размер. То есть стоит такая штука, кладем на нее коробку. Она смотрит, где, собственно, коробка заканчивается. Дальше по USB, при помощи определенного драйвера, передает в программу три цифры, три числа, собственно, ширина, глубина, высота. Клевая штука, но мы так ее и не внедрили. То есть мы решили, что кладовщик, вот, например, плотного наполнения одного места, кладовщик вполне в состоянии это сделать самостоятельно. И даже иногда, когда коробки торчат немножко, естественно, автоматическая система этого никогда в жизни не позволит, а страшного в этом ничего нет, ну, торчит чуть-чуть, ну, там, на 5 сантиметров. Кому от этого плохо? Никому, наверное. Дальше. Продолжение логики. Как это, собственно, все работает? Мы решили, что будет стоять некий компьютер, у которого на экране будет открыта некая страница, собственно, со списком задач. Точнее, не списком, а с текущей очередной задачей для кладовщика. Поскольку те сканеры, с которыми мы работали, могли сканировать прямо с экрана, как потом выяснилось, не любые сканеры могут сканировать с экрана, и мы на эти грабли наступили. Я потом расскажу, что мы с этим сделали. Ну, начали мы с того, что кладовщик, когда поступает новая задачка, он подходит к экрану, сканирует эту задачку, и у него на экране появляется, что, собственно, ему нужно делать. В тот момент, когда он сканирует, еще он не знает, что он будет делать. И в этом месте мы решили еще одну проблему, о которой я вначале не говорил, когда кладовщики по какой-то собственной причине не хотят работать с каким-то товаром. О, это, вот это, я не хочу, иди ты собирай. Так, а я почему должен? Ты собери, взял бумажку, ты собирай. И вот это вот ты, нет, ты, нет, ты, нет, ты, там чуть до драки не доходит. Тут проблема решена. Подошел, отсканировал, вот что попалось, то иди делай. Проблема решилась сама собой. И дальше у него на экране, опять же, тот же самый очередной скрипт, который, считав идентификатор очередной задачи, показывает на экране, что, собственно, нужно делать. Нужно идти на такое-то место, система сама выбирает, откуда взять, и, собственно, взять такой товар. Я сейчас покажу дальше, как этот процесс происходит. И самая важная наша штука, которая, опять же, нет ни в одной, в основном случае я не знаю об этом, системе, даже большой складской, система приоритизации сборок. Приоритеты меняются в реальном времени. Сейчас я тоже подробнее об этом чуть позже скажу. Вот. Это, в общем, самое главное, наверное, наше ноу-хау. Это приоритеты. Обычно как происходит? Нужно что-то на склад отдать на сборку. Печатается накладная и относится на склад, кладется на какой-нибудь лоток или еще куда-то. И кладовщики по ходу пьесы, как это все приходило, они это выдергивают из этого лотка и идут, собирают. На самом деле порядок поступления заявок на склад и порядок необходимости в этом товаре, он отличается. Например, клиент заказал доставку не на завтра, а на послезавтра или вообще через неделю. Собирать это сейчас нет никакого смысла. Естественно, система прекрасно знает, когда будет отгрузка товара, в отличие от, опять же, больших складских систем, которые нужно интегрировать в эту всю ерунду, чтобы она понимала, когда это делать. В результате, естественно, доставки не на завтра, они сразу понижаются в приоритете, ставятся в хвост. То есть, когда кладовщикам вообще нечем будет заняться, вот тогда, окей, ладно, они сейчас соберут то, что нужно на послезавтра, положат на полочку. Но пока им есть чем заниматься, этим заниматься не нужно. Иногда бывает, что, точнее, иногда, мы знаем, когда мы работаем с региональными доставками, к нам, например, приезжает DPD, и мы знаем, в какое время она приезжает. Каждый день приезжает DPD в 2 часа. Мы знаем, что к 2 часам нам нужно все текущие отправки DPD собрать. Система это знает. И она, чем ближе 2 часа, тем выше поднимает их в приоритете, потому что они важнее. То есть, эти доставки, которые пойдут именно в DPD, они ставятся в приоритет, чем ближе 2 часа. После 2 часов они, опять же, падают в приоритет вниз, потому что какой смысл сегодня это собирать, DPD уже уехала. Машина уже ушла, зачем нам собирать сейчас? Мы лучше соберем доставки на сегодня, на завтра и так далее. То есть, есть различные ситуации, которые мы все описали, и вот эта вот система приоритетов позволила нам очень сильно повысить КПД. Просто безумно. То есть, на тот момент, когда мы эту систему внедрили, мы планировали нанять еще нескольких кладовщиков. Когда мы запустили, выяснилось, что нам много имеющихся кладовщиков, и мы этой же командой можем в 2 раза больше сделать заказов, и нанимать никого вообще не нужно. Вот, собственно, процесс, как это происходит. Сотрудник отсканировал задачу со складского монитора, дальше он пришел к месту, отсканировал место, но в данном случае на сканировании ящика все и ограничивается. Если ему нужно 3 товара из этого ящика, значит, он просто 3 раза сканирует ящик, берет 3 товара. Естественно, он должен сначала проверить, что в этом ящике есть 3 товара, мало ли что. Потом отсканировать 3 раза, все, вытащил. У них там корзинки здесь не видно, но они как в супермаркете с корзинками ездят и на них собирают заказы. В результате не получится взять не то и не там. То есть эти две вещи очень важны, потому что один и тот же товар, он может лежать на разных полках, и кладовщик может говорить, а, я знаю, вот мне просят этот товар, я знаю, он вон там лежит. Он вон там лежит, да, очень хорошо, но система говорит, возьми вот там, с другой стороны. Потому что система должна точно знать, на какой полке сколько какого товара лежит. Если на этой полке лежит этот товар, окей, хорошо, но система просит взять с другой. Почему она еще это делает? Она еще это делает, потому что склад большой, и этот товар может лежать на дальнем стеллаже, а может лежать на ближнем. И вот эта вот сортировка того, как идти по складу, то есть по-хорошему должен быть круг такой вот он должен делать. И радиус этого круга зависит от того, насколько далеко лежит самый-самый дальний товар. Естественно, система старается сделать так, чтобы вот этот вот поход кладовщика по складу был самым коротким, насколько это возможно коротким. От этого, естественно, зависит скорость сборки. И он не может взять не то, потому что он взял не тот товар, отсканировал его, система говорит, положи на место. Это не то. Он такой, а, да, здесь же blue, а не black. Тот пример с наушниками, да, он положил на место и взял другой, на котором написано просто B. А, да, вот это черный, пик, да, это черный, все правильно, следующая задачка. И вот он так идет по списку задачи. Когда задачка заканчивается, ему написано, куда отнести то, что он собрал. Значит, это могут быть несколько вариантов. Если это склад при магазине, это может, например, быть заявка продавца непосредственно в магазине, нужно тогда взять это все и отнести в магазин. Если это задачка какая-то доставка, там, региональная или локальная, это нужно отнести на комплектовочный стол, где упаковщик возьмет нужную тару и будет это упаковывать. То есть все зависит от того, ради чего, собственно, задачка. В конце ему всегда это пишется. Ему не нужно задумываться, что мне дальше с этим делать. Когда он все это отдал, он идет опять, возвращается к складскому монитору и сканирует очередную задачку. Таким образом, может быть, какое угодно количество кладовщиков, главное, чтобы они только лбами не сталкивались в том месте, где монитор висит, и тогда проблем никаких не возникает. Ну вот, собственно, если вариант с товаром, то он сканирует этикетку с товара. Самое ответственное место во всей этой истории становится зона неразложенного. Что такое зона неразложенного? Зона неразложенного — это то, что пришло от поставщиков или из других складов. Ну, неважно. То есть когда склад получил товар, мы его посчитали, мы взяли накладную, сверили, что все соответствует, распечатали стикеры, то есть этикеточки, и дальше мы должны эти этикеточки налепить на правильные коробочки. Вот это вот место, вот эта зона, вот этот процесс — это единственное место, где нужен человек, который очень хорошо знает товар. Потому что если он наклеит не ту этикеточку на не тот товар, то дальше пойдет снежный ком. Эта коробка, потому что кладовщик не будет разбираться, он отсканировал, система сказала «Окей», значит «Окей». Эта коробка может уехать не туда, как раз это может быть причиной пересортицы и других проблем различных. То есть здесь нужен единственный ответственный сотрудник или несколько сотрудников, которые очень хорошо понимают, что это такое. Вот у них есть эта накладная, которая пришла, вот у них вылезли из принтера рулон этикеток, и они сидят, наклеивают эти этикетки. После чего, когда этикетки наклеены, процесс раскладки — это очередной скрипт. То есть мы взяли, нажали на терминале, это единственный момент, когда нужно на терминале что-то нажимать, нажали, переключились в режим раскладки, взяли все это в охапку или покатили на тележке, привезли в какое-то место, где есть свободное место, нажали место, отсканировали, система поняла, да, это место. Дальше взяли товар, отсканировали, все, система привязала этот товар к этому месту, все. Дальше можно и собирать уже. То есть процесс раскладки, он тоже не требует какого бы то ни было специализированного, очень умного сотрудника. Может быть, вчера пришел на работу первый раз. Потому что, опять же, он не сможет сделать по-другому. Если в режиме раскладки он сканирует сначала товар, система говорит, нет, товар не надо, ты сначала скажи место какое. Сканирует место, окей, место, теперь товар. Сканирует товар, положил, все. То есть ошибиться невозможно практически. Можно ошибиться только в каком случае. Отсканировал место, а положил на другое. Или отсканировал один товар, а положил другой. Но за это можно только бить по башке. Я не знаю другого способа. У нас везде в каждом ряду на складе стоят камеры. И если вдруг выясняется, что что-то не так, то мы отматываем на тот момент, когда этот товар раскладывался, и выясняем. Потому что могут разные люди разложить один и тот же товар на соседние места. То есть кто именно конкретно накосячил, можно только при помощи просмотра видео выяснить. Если товар один, то проблем нет. Мы берем историю движений и смотрим. Такого-то числа, такой-то сотрудник положил вот этот товар на такое-то место. А на самом деле он там не лежит, лежит на соседнем. Правильно. Но если вдруг товары приходили в разное время, один лежит на правильном месте, один не на правильном, на соседних, то кто его знает, как оно вышло? Кто положил неправильно? Конечно же время, когда положили. Конечно, но мы можем не знать, какой товар когда положили. Если это одинаковый товар, например. Если все без разночтений, то, конечно, все понятно. Но если на соседних полках лежат одинаковые товары, которые положены разными сотрудниками в разное время, то мы точно не можем сказать, какой из них накосячил. Какой-то из них положил не на ту полку этот товар. Какой точно? Ну, перематываем на время сборки, точнее, на время раскладки видео. И все, все очень просто. Сейчас IP-камера копейки стоит. В микрофон, пожалуйста. Организатор очень просит. Да, у меня есть вопрос. У вас, насколько я понял, индивидуальное штрих-кодирование. То есть каждый товар имеет уникальный штрих-код. Или же, например, приходят два товара одного наименования. Они имеют в штрих-коде некую общую составляющую, принадлежность к этому наименованию, и дальше некую индивидуальную составляющую. Или одинаковые будут наклейки на этих двух товарах. Ага, я понял. Это называется партионный учет, то, о чем вы спрашиваете. То есть когда мы принимаем… Я поясню, разовью мысль, почему я это спрашиваю. Потому что мне кажется странным. Потому что большая часть товаров имеет уникальный штрих-код производителя, который не требует дополнительно наклеить свой штрих-код. И тогда это будет быстрее. Потому что у вас все равно происходит визуализация. Человек глазами сравнивает товар с наклейкой, и он может допустить ошибку. Если же мы сразу доверяем какому-то штрих-коду производителя, он отсканировал все. Ему не нужно глазами ничего сверять. Мы не доверяем. Если вы доверяете, окей, можете делать так. Я не возражаю. Что касается партионного учета, если действительно ввести партионный учет, когда нам важно, какой товар когда пришел, то тут уже штрих-код производителя никак не играет. Это очень важно в продуктах питания, у которых разные сроки годности. Например, вам пришел один товар в одно время с одним сроком годности, а потом пришел точно такой же товар. Естественно, вы не имеете права налепить на него ту же самую этикетку, потому что система должна знать, какого срока годности раньше закончится, какой брать сначала, а какой потом. Нам просто у нас срок годности практически не ограничен. Я всего лишь поставил под сомнение, что есть необходимость 100% клеить на все товары наклейки, если это не индивидуальный штрих-код. Потому что для большей части товаров реально штрих-код уже уникальный от производителя. Можно частично довериться производителю. Но вы правы в том, что есть некое 20-30% смотря от ассортимента, где нет вообще штрих-кодов, либо штрих-код некорректен, не учитывая цвет, еще какие-то дополнительные характеристики. Для этих товаров штрих-код дополнительно клеить обязательно. Я с вами согласен. Но мне казалось, что если уже вы клеите на все, то логично уже нет проблем еще добавить генератор уникального штрих-кода и уже и точный товар уникальный штрих-код. Проблем нет, просто нет необходимости такой. То есть это немножко усложняет систему. И в случае необходимости партионного учета, конечно, то есть если мы работаем с продуктами питания, то да, конечно, это требует. Там у нас на заднем ряду есть вопрос. То есть в случае партионного учета это необходимо. Просто мы не ведем партионный учет. Нам он не нужен. У нас нету… То есть бумбоксы и наушники не имеют, в общем, в том масштабе, в котором мы с ними работаем, не имеют срока годности. То есть продали, окей, до свидания. То есть продали мы тот товар, который вчера пришел или месяц назад. Клиенту это не важно. Да, я понимаю. Косяки… Вы не можете узнать, кто из-за кладовщиков не проположил. Мы точно знаем, какой товар пропал. Совершенно верно. Совершенно верно. Просто, опять же, мы стараемся решать те проблемы, которые есть у нас. Так вот у нас этой проблемы нет. У нас кладовщики кладут на то место, которое отсканировали. Если бы у нас такая проблема была, то мы бы поискали пути решения. Это один из путей решения. Как правило, в нашем случае путь решения, разъяснительная беседа работает хорошо. И один раз. А время сборки товара есть? Сейчас расскажу. А подскажите еще. Приезжает фура товара, ее надо разложить на полку. То есть, соответственно, сначала проклеить наклейки. Я не знаю, сколько влезет на полку конкретно какой-то позиции. То есть, как предугадать номера ячеек в штрих-код внести. Они должны предугадать. Вы же видите, сколько места свободных. Вы же не всю фуру обязаны разложить в один момент. Вот у вас лежит вагон. Вот он обклеен. И можно параллельно уже то, что обклеено, отставлять в сторону. И другой сотрудник берет и идет раскладывать. Это можно распараллеливать. Я указал в наклейке один номер ячейки. Нет, в наклейке нет никакого номера ячейки. Наклейка на товаре – это только идентификатор товара. То есть, клейка информации о товаре и ячейке возникает в момент раскладки. То есть, мы принесли товар куда-то, отсканировали место. Система говорит «Угу». Дальше товар. Она говорит «Угу». И этот товар с этим идентификатором привязан к месту с этим идентификатором. То есть, я, если захочу, могу переложить. У меня пришел большой товар, его больше некуда положить, а здесь это мешает. У меня режим снятия. Я снял это место. С этого места этот товар и положил на другое. Никакой проблемы нет. Все очень просто. Это значит, что кладовщик решает, на какое место положить? В нашем случае да. То есть, есть системы, где крупные промышленные системы, которые сами говорят, куда положить, исходя из… То есть, тут еще есть некая дополнительная история, которую действительно большие системы решают. Когда… То есть, есть группы товаров. Там А, Б, С. А, которые часто нужны. Б, которые не очень часто нужны. И С, которые редко нужны. И те, которые редко нужны, конечно, надо положить подальше, чтобы не тратить на них время. Это очень клевая история, но у нас она работает плохо. Потому что у нас все-таки, ну, так уж получается, что жестко на группы разделить не вышло. Мы пробовали, у нас не получилось. То есть, группа А, ну, такая достаточно большая. Группа С, ну, тоже большая. Группы В у нас практически нет, но товары группы С, как выяснилось, достаточно дорогие товары. Как раз в первую очередь нужно и быстро, немедленно. Клиент ждет там колонки за миллион. Срочно. Ему нельзя ждать, он не должен ждать. За миллион, я имею в виду, российских рублей. Ну, там 20, там 30, 40 тысяч долларов. Неважно. То есть, это приоритет высокий. Наоборот, нужно очень быстро работать. Поэтому мы решили от этого отказаться. Хотя, в принципе, рано или поздно нам придется ввести эту систему. И я думаю, что мы ее введем. Просто это действительно сильно, то есть, введение ее сильно усложняет первичный прием товара. Потому что нужно измерять, и эту информацию нужно вносить в систему для каждого товара, для каждой упаковки. А производитель может менять упаковку, менять размер упаковки. Сегодня там такая, завтра вот такая, ну там как угодно. Может быть действительно по-разному. В целом такое случается редко. Но поскольку мы имеем дело с рынком Hi-Fi и Hi-End, а там может быть, поверьте, все что угодно. У нас была история, так в плане шутки, но история вполне реальная. Когда мы ждали поставки от одного из достаточно известных европейских производителей, поставка что-то никак не шла, мы решили с ними контакт позвонить, письмо написать. Они на письма не реагируют, на звонки не отвечают. Что такое? Мы заплатили деньги, товар не идет. Что случилось-то? Неделю поднимали кипиш, нашли там их соседей, ничего не выяснилось. Через неделю они как ни в чем не бывало, ответили, да, да все в порядке. Мы просто корпоратив, мы на неделю на рыбалку ехали всей компанией. Это ведущая европейская компания, я не буду называть, не буду называть область. Но это вполне реальная ситуация. То есть на нашем рынке очень сложно что-либо купить, никто не хочет брать деньги. То есть клиенты требуют много, а поставщики не дают ничего. То есть это большая проблема у нас. Те, кто занимается закупками, это большие специалисты в этом вопросе. Я прошу прощения, еще вопросик можно? Да, да, конечно. Интересует вот обратка. Допустим, кладовщик взял тележку и поехал собирать заказ. Там 15 позиций у него надо собрать. К 15 позиции подъехал, не хватает того количества, которое необходимо для сборки заказа. Что происходит? Как обратно осуществляется? Что с этой тележкой? Спасибо за вопрос. У нас есть специальная кнопочка, называется нет. При нажатии на эту кнопочку возникает кипиш. У нас встроенная собственная тикет-система. Тикет-система ставит тикет сразу руководителю логистики, руководителю склада и информирует менеджера заказа, что возникла такая неприятная ситуация, потому что нужно срочно что-то делать с заказом. Как правило, это как раз ситуация, что что-то переложили, ну или вот какая-то неприятная. Такие ситуации у нас случаются примерно в среднем раз в неделю, но иногда реже. То есть плюс-минус. Может быть два раза в три недели, скорее так. То есть это такой кипиш масштаба компании. То есть топ-менеджер, то есть руководитель логистики, он получает тикет, и дальше, естественно, он понимает, что руководителю склада нужно какое-то время разобраться, в чем дело. Как правило, разбираются. То есть у нас такого чистого воровства практически исключено, не практически, нет, ни разу не было такого случая, что тут что-то стащили. Понятно, спасибо. Да нет, за что. В один прекрасный день, когда мы запустили эту систему, мы как раз получили большую партию товара, я зашел на склад, и там вот такая штука. В очереди 135 сборок в один конкретный момент. Обычно, когда в лотке лежало 135 накладных, в то время это, конечно, был бы кипиш тоже, все кричали бы, махали руками, бегали по складу, и как это вот классическая схема? А-а-а-а-а, да, бизнес-процесс. А тут абсолютно спокойно, кладовщики ходят, спокойненько собирают, они понимают, что торопиться-то некуда, что все эти 135 заказов, они немедленно, вот прямо сейчас не нужны, нет нужды абсолютно вот прямо срочно. Они прекрасно понимают, что есть приоритеты, система знает, что нужно в первую очередь, нужно просто подойти, сканировать и выполнить свою задачу. Да, в этот момент, конечно, на склад иногда врывались продавцы, склокоченные такие, а вот у меня клиент, ему срочно надо, ну хорошо, сейчас вот соберем там твой второй или третий. Они еще не привыкшие были к этой истории, и, конечно, поначалу с непривычки они думали, что раз кладовщики там такие расслабленные, то они просто не собираются ничего делать. Ну вот постепенно все вошло в русло. В итоге мы полностью отказались от складских каких-то бумажек, то есть просто в них не было никакого смысла зачем. Вся информация передается вот таким вот электронным способом, а, собственно, руководитель склада имеет отчеты на экране, ему не нужны ни бумажки, складские накладные не имеют смысла. Единственное, какие документы нам необходимы, это те документы, которые положены по закону при отгрузке. То есть если мы передаем товар клиенту, естественно, мы должны напечатать соответствующие документы, которые положены. Юрлицу, физлицу и так далее, чеки и прочее. То есть все, что необходимо, естественно, мы делаем, но это делается не в рамках складской системы, к складской системе не имеет отношения. Ну, пересортится она, в общем, меньше 0,1% и прочие проблемы сборки, когда нажимается та самая кнопка нет, которая генерирует жуткий кипиш. Новый сотрудник готовится за 10-15 минут. То есть им просто дается терминал, говорится, вот, сканируешь там, тебе показывают, куда идти, идешь, собираешь и приносишь туда, куда написано. Понятно? Понятно. То есть 10-15 минут — это в худшем случае. В лучшем там 5 минут, как правило. Тем более, что планшеты или смартфоны, как правило, сейчас уже у всех. И что это такое, объяснять не надо, что надо тыкнуть куда-то на какую-то кнопочку. То есть сроки в среднем сократились в 10 раз. То есть не нужно больше искать. И самое смешное, что слово «искать», которое было классическим на складе, оно постоянно использовалось, оно ушло из оборота сразу автоматически. Вот они перестали говорить слово «пойду, найду». Они сказали «пойду, соберу». Это само. Мы не вводили никакой терминологии, она сама ввелась автоматически. И рекорд времени обработки заказа чуть меньше 5 минут. Это с момента нажатия клиентом на сайте кнопочки «оформить заказ» до того момента, когда товар уже лежал упакованный на столе упаковки. А наш рекорд с момента нажатия кнопочки «оформить заказ» до момента получения клиентом товара с доставкой 40 минут. Да, но радость была недолгой. Дальше выяснилось, что все-таки решение не промышленное. Разъемчики мини-USB. Все это начало отваливаться, перетираться и перестает контачить. В результате каждый практически из наших планшетов побывал по два, а то и три раза в сервис-центре. Естественно, их били стекла. Где-то фатально, где-то можно было таким разбитым пользоваться. Так или иначе, проблема с разъемами была гораздо более серьезной. И разбалтывание разъема, скажем так, где-то в среднем месяца за полтора разбалтывается разъем. Мы придумывали промежуточные решения. Переходнички с маленьких микро-USB на большие. И сканеры уже большие разъемы втыкались. Это продлевало жизнь еще на месяц, на полтора, а потом все равно все отвалилось. Потом мы использовали специальный клей, такой, знаете, нагревается клеющий пистолет. Вот мы обклеивали эти разъемы, чтобы они не разбалтывались. Это еще примерно месяц-полтора-два давало нам сроку. То есть в итоге все то оборудование, которое мы с самого начала закупили, понятно, что оно было совсем недорогим, оно у нас полностью отыграло где-то год за полтора, но, правда, кое-что еще осталось. То есть где-то в магазинах еще старые терминалы со старыми проводными сканерами, еще работают долгожители. Но в основном все, конечно, рассыпалось. Мы были вынуждены отказываться от проводов, и нам нужно было что-то искать, какое-то решение. Решение нашлось очень быстро. Китайцы молодцы. Есть вот такие вот портативные блютузные сканеры и специальные к ним чехлы. Чехлы наклеиваются на смартфон. То есть мы к тому времени отказались от планшетов, потому что кладовщикам, как выяснилось, неудобно вот эти вот чехлы на руке, потому что они иногда вынуждены залезть в какую-то коробку, а эта штука не дает им возможности куда-то залезть. Она мешает сильно. И они в итоге отказались от чехлов и таскали эти планшеты. В результате вместо двух свободных рук получилось две руки занятые. В одной руке планшет, в другой сканер. И вот он идет такой, и что делать? Потом надо куда-то положить, а там начинает падать. От этого мы тоже решили отказаться. В результате мы выбрали смартфоны Highscreen. Я думаю, уже достаточно известные сейчас. Тогда это вообще никому не было известно, когда мы это выбрали. И реально их аккумулятора с включенным Wi-Fi, с включенным Bluetooth хватает на два дня интенсивной работы. Очень классные смартфоны. Я не знаю, как они в плане эксплуатации, скажем так, по прямому назначению, но по тому назначению, которое мы используем, примерно на два дня их хватает. Ну и естественно, их стоит батарея. Смартфон и вообще вся эта система никоим образом не привязана к сотруднику. Сотрудник, если вдруг садится батарейка, он просто разлогинивается, идет, ставит все это на зарядку, берет следующий, сканирует свой бейдж и идет продолжает свою работу. Поскольку нет никакой привязки, она не нужна. А вот эти маленькие сканеры, они просто работают по Bluetooth. В результате мы освободили руки, потому что вот эту штуку запросто можно бросить в кармашек халата или куда-то положить. Для этого не нужно много места, они достаточно маленькие. И мы ликвидировали проблемы с проводами, проводов нету. То есть примерно они работают примерно одно время. То есть и то-то другое без подзарядки работают примерно два дня. То есть вот они оба там, кто-то, или сканер начал пищать раньше чуть-чуть, не знаю, с чем это связано. То смартфон чуть раньше, то сканер чуть раньше. Мы, соответственно, кладовщик слышит, там, пи-пи, окей, пора. Я пришел на специальную комнатку, у нас там надо было сфоткать эту батарею. Ну, можете себе представить, куча зарядок лежит с ячеечками. Они ставят их на зарядку, берут следующий и пошли, собственно, на склад работать. Вот эти сканеры, они, в общем, есть в продаже. Их целая куча разных брендов, ну, точнее, много вендоров их представляет. И под разными брендами можно написать, портать в Bluetooth-сканер в Google, и вы их найдете легко, если хотите. Очень удобная штука. Они отстегиваются от этого чехла и к нему пристегиваются. Очень здорово. Ну, и такие маленькие фишки, про которые постоянно, наверное, в течение всей конференции говорили. Я поэтому решил два слайдика добавить. Люди постоянно звонят в магазин и спрашивают о наличии. Потому что они либо не видят информации на сайте о наличии, либо ее там нет, поэтому они ее не видят, либо они ей не доверяют. У нас есть такая штука, это кусочек карточки товара на аудиомании. Наличие есть и ссылочка где. Эта ссылочка где открывает вот такое вот окошечко, где написано, в каком магазине чего есть. При этом, если это товар, который покупается не штучно, ну, там, в данном случае, что там, усилитель для наушников, их обычно там десятками не покупают. Если это резисторы, если это конденсаторы, если это кабель в намотку, и человеку нужно там какое-то количество, то мы пишем прям количество. То есть понятно, что в каких-то случаях мы не будем писать количество, чтобы конкуренты там не изучали, что у нас на складе, в каких-то объемах. Но какие-то вещи очень необходимо показывать клиенту. Например, он хочет 10 метров кабеля, написано есть, а на складе один метр. Соответственно, лояльность минус клиент. Если бы мы честно написали, что у нас один метр этого кабеля, клиент бы спокойно пошел, посмотрел, может, ему другое подойдет. Никакой проблемы нет. А если ему нужно, например, полметра, он его купит. То есть такие вещи мы показываем. И сам факт наличия вот такой штуки, он повышает доверие. О, так, это не просто какой-то там непонятно какой интернет-магазин, а это все-таки какая-то компания, у которой как минимум склад есть, магазины, вот там все это есть. 10% людей, 10% посетителей нашего сайта на эту штуку кликает. У нас конверсия не 10%, но люди этим пользуются. Ну, собственно, все, наверное. У нас, правда, вопросы были по ходу пьесы, но я думаю, что вопросов еще будет много. У нас еще есть чуть больше 10 минут. Скажите, артикул товара совпадает с артикулом, ну, артикул товара в интернете, в интернет-магазине, совпадает с артикулом на этикетке? У нас, да. Спасибо. Ну, то есть мы не делим товары на какие-то отдельные... А как вы формируете, ну, как формируется вообще артикул? Это же ваша система. Последовательным прибавлением. Новый товар добавили, плюс один. То есть если это наушники, они не будут иметь одинаковую компоненту цифр? Нет, то есть по мере поступления вы... Ну, смотрите, если опуститься до уровня базы данных, то каждый товар, каждый артикул имеет некие параметры, в частности, категорию и другие характеристики. Они есть в базе в привязке к артикулу, поэтому номер артикула, он не обязан содержать что-либо, какую-либо информацию зачем. То есть эта информация привязана к артикулу, как параметры. Поэтому выяснить, какая категория, не существует никакой проблемы. То есть это какая-то сравнительная таблица получается? Ну, как правило, в базе данных оно хранится именно подобным образом. То есть есть информация, первичная информация — это артикул, название этого товара, а дальше есть сопутствующие таблицы, в которых артикул сопоставлен с другими параметрами. Например, с идентификатором категории, а дальше есть другая таблица, в которой идентификатор категории связан с названием этой категории и так далее. Все это вот такое имеет сложную иерархию. Как правило, любой интернет-магазин работает подобным образом. И структура, база данных, она именно такая. Спасибо. Если это интересно, я потом в кулуарах расскажу, но нужно немножечко поднять квалификацию на эту тему, если вам интересно. Понимаю, что вопрос, может быть, требует более детального вникания в него. Если есть много магазинов, ну, не много, там, сеть магазинов, розничная сеть, что лучше предпочесть? Один склад или работа с оперативными складами, то есть складами, которые находятся непосредственно в магазине. То есть там уже есть обученные сотрудники, которые знают, где и как найти быстро, но возникает проблема с одновременной покупкой товара, например, через онлайн-магазин и через оффлайн. А в чем проблема? Ну, скорость реакции. Например, товар в магазине купили, в этот момент делается заказ через интернет-магазин. Не успел обновиться. Да, не успел обновиться. У нас это одна система. Я бы вообще предлагал строить именно подобным образом. Когда магазины… Я часто слышу, что в магазинах, допустим, стоит 1С, к 1С все привязано, и из этой 1С делается выгрузка, потом загрузка, и все это требует несколько минут на то, чтобы обновилось. Несколько минут, как правило, достаточно, но, во всяком случае, мы от 1С откажемся, ну, я думаю, что не в следующем, но через год мы откажемся полностью. Мы написали практически свою бухгалтерию. У нас сейчас проблема только с обновлением отчетов, которые, во всяком случае, российское законодательство меняет, там раз в квартал уж точно, и нам нужен человек будет, который будет следить за изменениями всех этих отчетов и вносить их в систему. После этого мы откажемся от 1С. Но вообще я сторонник, чтобы некая платформа, некое единое пространство было, и вот эти обновления, они происходили, насколько это возможно, быстро. То есть если вы работаете, если у вас интернет-магазин предоставляет возможность купить товары, которые находятся в каком-то магазине, это клево и это очень здорово бы написать, вот как у нас здесь. Это повышает лояльность и повышает конверсию точно абсолютно. То есть насчет складов, но это скорее вопрос про бизнес, чем про технологию. Я бы, естественно, в каждом магазине имел какой-то небольшой склад, основываясь на отчетах по продаже этого магазина. У нас есть собственная система прогнозирования спроса. Она, естественно, индивидуальная в каждом магазине. То есть можно смотреть динамику спроса на те или иные товары и добавив экспертное мнение, например, руководителя магазина, что обязательно нужно, даже если это не покупают. Например, человек зашел в магазин только потому, что увидел красные колонки. Или как классическая история про то, как покупают женщины в одежном магазине. Они идут мимо витрины, видят красное платьице, а покупают серую кофточку. То есть красное платьице, даже несмотря на то, что динамика продаж никакая, а серых кофточек большая, красное платьице необходимо как привлекатор внимания первичного. Поэтому тут все очень о бизнесе. То есть какой-то склад, конечно, должен быть. Человек, придя в магазин, очевидно, хочет что-то купить прямо сейчас. И от того, как автоматизирован склад, его это мало интересует. Он хочет товар, он хочет его немедленно. И дальше зависит от того, насколько далеко у вас склад. У нас первое время центральная логистическая служба была рядышком, прямо практически в магазине, поэтому у нас можно было в центральном магазине купить все, что угодно. Потом места не стало хватать, мы сняли большой склад. Он в трех километрах. И в некоторых случаях мы, конечно, подрываемся и бежим. В тот случай, когда человек пришел за колонку, не знаю, за 40 тысяч долларов. Естественно, мы оперативненько все это погрузим в машину. Если вдруг все машины наши уехали по доставкам, значит, окей, есть машина руководителя склада. Если что, он погрузит в нее и привезет. Ну, то есть такие ситуации, естественно, мы стараемся обрабатывать, насколько это возможно. Но я за вас не решу, как вам вести ваш бизнес. Это очень индивидуально, конечно. Три небольших вопросика еще. Есть ли прописанное время сборки заказа? То есть максимальное время, 5 минут я должен собрать товар. Первый вопрос. Давайте последовательно, чтобы не уйти. Мы не регламентируем это. То есть KPI у кладовщиков строится по отчетам. То есть окей, ты можешь собирать одну позицию полчаса. В принципе, ничего страшного не произойдет, поскольку система построена так, что не бывает такой сборки, которая нужна реально через 5 минут. Очень редко такое бывает. В этом случае руководитель склада пришел, сказал, на, вот именно эту сборку вне очереди, собери прямо сейчас, ее секунду. И человек понимает, что нужно бежать. Он бежит. Во всех остальных случаях, окей, ты можешь быть небыстр. Просто это отразительно в твоей зарплате, и все. Центральный монитор, на котором считывают штрих-код, для чего он еще нужен? Да, вот я как раз про монитор-то не сказал. Кончилось с тем, что вот эти сканеры… Да, они не читают с экрана монитора. Мы собрали консилиум, как обычно, руководитель разработки, я, технический директор, мы сели, так и что делать? Причем мы купили образцы этих сканеров, с самого начала попробовали, они с экрана читали. А когда мы уже купили партию, те, которые пришли, с экрана читать отказались. Ну что делать? Ситуация патовая. Сканеров уже куплено, вернуть это в Китай, можно, но очень непросто. Что делать? Значит, сначала такие, окей, с чего читает? У кого есть там читалка книжная? У меня есть. Она в интернет выходит? Выходит. Давай, открывай. Открылись, читалки книжные читают? Читают. О, круто. Сейчас мы, значит, это придумаем, как бы запустить там браузер, чтобы обновлялся, чтобы это самое. И тут ведущий разработчик говорит, слушайте, говорит, но мы же знаем, что на экране сейчас показывается в данный момент. Оно уже записано в базу данных, та сборка, которая очередная. Зачем нам вообще экран? И тут пауза такая. Чем мы занимаемся все это время? В итоге мы напечатали один штрих-код на бумажку, который означал, возьми следующую сборку для системы. И развесили эти бумажки там, где им, собственно, нужно, где бывают кладовщики. В итоге монитор остался, но на мониторе просто написана статистика, каких сборок осталось сколько. Ну, там, например, курьерских 10, там, DPD 20, ну и так далее. То есть чтобы кладовщики, проходя мимо, понимали, насколько им нужно быстро двигаться. То есть вот в данный конкретный момент. Потому что курьеров нужно отпустить быстро, они начинают с 8 часов работать, чтобы начинать у нас с 10 часов обычно доставки уже у клиентов должны быть. Ну, то есть там с 10, понятно, что там плюс-минус. И поэтому курьеров нужно отпустить быстро. И они бегают так, ага, там еще 5 доставок курьерских, да, надо там побежать, там что-то собрать, те, кто с утра. Вот так. То есть в итоге складской монитор поменял свое основное назначение, потому что, ну как, ну изначально мы так придумали, но оказалось, что может было прекрасно без этого обойтись. Вопрос к тому, почему нет кнопочки далее, как говорится. На самом планшете это принципиально политическое решение. Кладовщики должны быть на виду, хотя бы периодически. Это во-первых. И во-вторых, то место, где они в основном сканируют вот эту самую бумажку, оно находится рядом со сборочным столом. То есть они возвращаются все равно с этим товаром, положили на сборочный стол и отсканировали, собственно. То есть переделывать, когда мы поняли, что нам не нужен складской монитор, можно было пойти дальше и сделать кнопку. Но мы решили, что это, во-первых, не нужно, а во-вторых, все-таки полезно видеть людей, где они там шляются. Ну и последний вопрос. У вас ячейки достаточно высоко располагались. Как народ туда добирается? Есть ли какие-то автоматические, автоматизированные скорее методы? Значит, автоматизированные методы стоят примерно 20 тысяч евро. Добираются они на стремянке, да, совершенно верно. Просто мы стараемся, и они стараются положить то, что чаще нужно, ниже. Вот здесь оно работает, но работает исключительно на мозгах. То есть какой-то специальной штуки нет. Есть отчеты, позволяющие им, может быть, в свободное время заниматься перераспределением. Давайте-ка сейчас то, что чаще нужно, с верхних полок переложим в свободные, которые уже появились к тому времени. Ну то есть есть такая. Спасибо. А вот то, что автоматически есть система, мы даже думали о том, чтобы ее приобрести, называется модула. Вот она стоит, самая дешевая модула стоит порядка 20 тысяч евро. То есть это штука, у которой есть мониторчик. Я говорю, хочу вот этот товар, она там, на, вот тебе ящик, место с этим товаром. То есть забираешь, кнопочку нажимаешь, она увезла. Подходит другой кладовщик, мне вот это, она, на, пожалуйста, забирай. И они бывают очень разные. Они бывают там несколько метров в высоту. Ну то есть, естественно, чем они больше, тем просто больше влезает. А так, ну это как бы такой космос, наверное, для e-commerce, для начинающего уж точно. Расскажите, пожалуйста, какие KPI у вас, вы упоминали, какие KPI вы используете, как оцениваете эффективность работы склада? Например, интересен KPI количество отгруженных товарных единиц на штатную единицу склада. Такого мы не делаем, потому что это фактически то количество, которое человек сделал, оно зависит не от него, оно зависит от того, сколько мы ему дали таких задачек. То есть мы сравниваем эффективность в один момент времени у одновременно работающих кладовщиков. То есть если в одно и то же время один кладовщик потратил на сборку одной единицы в рамках заказа или в рамках нескольких заказов больше времени, чем этот, значит он работает хуже. Я имел в виду не с позиции сравнительной, а с позиции бюджетирования, планирования расходов на склад. Эффективность и общая эффективность. То есть есть, например, штат склада, 20 человек. Они обрабатывают X товаров, отгружают в месяц. Нужно же за этим параметром как-то следить, оценивать, рост эффективности происходит, не происходит. Вот это было интересно. Что склад у вас достаточно образцовый, хотелось бы понимать, какие у вас параметры есть сейчас после внедрения. На текущий момент вот таких прям суперавтоматических вещей по-хорошему нет, вот так положа руку на сердце. То есть есть куча отчетов, которые основываются на том числе те вещи, которые я рассказал. Дальше руководитель склада их отслеживает и смотрит, собственно, насколько у нас бывает ситуация. То есть один из KPI, что много заказов в очереди, да, и возникает необходимость уже там превышения времени, предельного времени отгрузки, например, по курьерам. То есть их нужно уже отпустить, а мы их еще не собрали. Значит, нам не хватает либо кого-то, либо кто-то фигово работает. Если мы предполагаем, что кто-то фигово работает, начинаем смотреть время сборки одной позиции в рамках заказа. Потому что заказ может быть как одна позиция, так и 50. Вот эти цифры. И дальше, основываясь на этих, уже руководитель склада это решает. Конечно, автоматизация KPI этих, ну, по-хорошему нужно заняться. Но мы, к сожалению, пока еще не доросли, да и мы реально не видим, потому что за этот год, нет, уже почти полтора с тех пор, как запустили, мы не наняли кладовщиков. То есть увольнять их нет смысла. Они, ну, как, все хорошо работает и в бюджет влезает. Мы просто их дополнительно обучаем. Компания растет, и у них растет продуктивность вместе с компанией. То есть нам этого достаточно. И они выполняют, чем дальше, тем больше. То есть мы их наваливаем на них больше, да, и они больше делают. То есть был случай, там, кладовщик ушел, и мы как раз уперлись в ту ситуацию, что критическое время, а мы еще не собрали всех курьеров. В этот момент мы поняли, что вот как раз именно этого количества нам и было достаточно. Наняли еще одного кладовщика, и все выровнялось. Вот примерно так мы и работаем. Учет объема товаров имеется? Объема товаров что имеете? Я имею в виду, что склад в любом случае это помещение, которое имеет некий предельный объем. То есть есть некий предельный объем хранения товаров. Что отдел закупок может перегнуть палку, поставить на приемку большее количество товаров, еще в принципе есть место на палках. На текущий момент склад у нас имеет запас. То есть мы видим, что запас еще полно и закупаем. Мы вообще вот система закупок, она у нас такая непростая. То есть есть система рекомендаций, есть специальные отчеты, инструменты у закупщика. Мы видим динамику спроса, и дальше система рекомендаций к закупке основывается на двух вещах. Есть поставщики, которые, допустим, за границей мы что-то покупаем. Есть срок поставки. И мы должны иметь этот популярный товар в течение всего времени, в том числе срок поставки. То есть, например, этот товар закончится через 30 дней, а этот поставщик 30 дней поставляет. Значит, его надо купить, и мы его покупаем. Есть поставщики, которые дают отсрочку. Мы знаем, сколько. Значит, в этом случае мы должны закупить товаров ровно на отсрочку, чтобы не вкладывать свои деньги. И в этом случае система рекомендует купи вот столько, потому что она продавалась за этот период вот столько, динамика роста вот такая, купи вот столько. И он, значит, заказывает именно столько, чтобы продалось в аккурат к завершению отсрочки. В этот момент мы уже продав товар, можем спокойненько расплатиться с поставщиком, маржу оставив в кармане без затрат дополнительно из своего кармана на закупку. Естественно, система работает не со стопроцентным, есть покрешность, очевидно. Но, тем не менее, мы очень сильно оптимизировали, и мы периодически устраиваем распродаж два раза в год обычно. Летом, когда самый такой тухлый сезон, и под декабрь, ну как бы предновогодние распродажи. И вот последний случай как раз летом, нет, последний случай как раз зимой, да, у нас был момент, что мы так прикинули, а распродавать-то нечего. Потому что все, что нужно на складе, оно вполне в своих границах, вполне в своих рамках. То есть, естественно, есть план по увеличению ассортимента, но не вшире, а вглубь. И в этом случае мы понимаем, сколько нам еще нужно склада. Но если вы посмотрите вот на… Сейчас. Вот на вот этот слайдик, вы поймете, что у нас еще оптимизировать и оптимизировать. То есть на текущий момент, мы как переехали на 1000-метровый склад, мы поняли, что нам, ну в общем, его еще год на 4 с текущими темпами роста. То есть по-хорошему вот это все, то есть там какие-то маленькие коробочки, их можно, например, в лоточки переложить. Лоточки у нас там до потолка построены, несколько стеллажей. Какие-то вещи можно просто там друг на друга положить. Где-то можно полочки, может быть, сделать еще вот здесь вот, сделав еще одну полку, мы фактически удвоим емкость вот этого вот места, потому что оно все лежит вот так достаточно к низу. То есть в принципе на текущий момент мы этим не паримся. Нам повезло, мы получили такое клевое пространство, правда пришлось очень сильно вкладывать в его ремонт, но тем не менее у нас вполне сейчас… Мы не паримся этим, потому что этой проблемой она пока даже не маячит на горизонте. С виртуального вы имеете в виду со склада поставщиков? Более 80% со склада. Причем этой цифры добились как раз, когда запустили систему рекомендаций. До нее было порядка 60, около 60, даже чуть меньше 60. Когда мы знаем, что нам нужно, это всегда здорово. Вот вы сказали, что у вас были определенные проблемы с переучиванием ваших кладовщиков. Ну это обычно люди такие специфические. Скажите, как вот вы их промотивировали, чтобы лояльность не потерять? А все очень просто. Они когда поняли, сколько времени у них занимает сбор вот этой самоделки с резисторами, потому что это была самая ненавистная категория. Потому что в этих ящиках нужно лазить, искать, потому что непонятно, что где лежит. Оно уже никак не идентифицировалось. Они тратили на сбор самодельных заказов, а их достаточно много в общем обороте. Их не половина, но процентов 40. И как только они поняли, мы им продемонстрировали, что они теперь экономят время. Причем на самоделке экономия была не в 10 раз, а значительно больше, потому что там по одной позиции очень редко кто закупает. То есть если человек собрался модернизировать акустическую систему, пару конденсаторов, пару динамиков, 10 резисторов, кусочек кабеля. Там обычно заказы такие объемные. Они как только попробовали, вкусили вот это все. Они просто, ой, у них стали, это же здорово, у них заказы на самоделку, они стали наоборот их с удовольствием делать. Потому что они залезли на эту стену из ящиков, там пик-пик-пик-пик, даже там тележка не нужна, накидали все это в пакетик. То есть раньше они тратили 2 часа, а тут они потратили 2 минуты. Так что тут ничего не пришлось, просто это было тяжело на первом этапе, потому что они привыкли к бумажкам. Вот бумажка, тут здесь все написано, а тут мне что-то надо, какая-то штука, какую-то штуку куда-то пикать. Просто один раз показали, как это все клево. Поверили, да? А тут поверить-то не во что было, просто они взяли, попробовали один раз. Очень-очень быстро вошли во вкус. Еще, если можно, вопросик. Да, конечно. Вот вы на выступлении в большом зале сказали, что вы аутсорсинг вообще не приемлете. Да, я не верю. И в том числе вначале показали систему по фуфилменту, и вы почему-то тоже к ней не обратились. А можете пояснить, почему? Мы обратились, я же рассказывал. Они не смогли взять наш мелкий товар, а крупный товар у нас не создавал таких проблем. То есть мелкий товар действительно на том этапе, пока у нас еще ничего не было, никакой автоматизации, мелкий товар действительно затрачивал очень большое количество времени. То есть иногда по два часа могла собираться одна сборка, один заказ. То есть, естественно, это была большая проблема. Если бы мы могли одной кнопкой отправлять заявку фулфилмент оператору, тот там что-то шур-шур-шур и посылка уехала, а мы вообще ничего не делали. Это было, конечно, очень здорово, но у них система классическая, большая, как я показывал в самом начале, когда нужно каждый товар в пакетик положить, наклеить этикеточку. То есть это все очень сильно выросли бы косты, то есть расходы на эти вещи. Скажите еще, пожалуйста, вот глядя на вашу картиночку, внизу можно увидеть европоддоны. А на второй полке, на третьей их нету. То есть вы говорили, что можно размер склада менять, гораздо же быстрее, наверное, снять этими европоддонами, чем по одной коробочке. Мы не оперируем поддонами. Поддоны здесь просто на случай, если вдруг случится подтопление. В России может быть все, что угодно. Я не знаю, как в Белоруссии, но в России может быть все, что угодно. У нас была история, когда у нас был офис чуть ниже земли, такой полуподвал. И в соседнем здании, в соседнем переулочке решили почистить снег. И они почистили так, что все побросали в такую вот лесенку вниз как раз. Мы не пользовались ей, мы с другой стороны заходили. Такой спуск в полуподвал. Они туда все накидали. Вышло солнышко. Все это растаяло. И вода потекла к нам. В результате мы заходим, а у нас там дорогое оборудование. Спрашивать с этих вот деятелей, которые там снег, что товарищ там дорогой, я не знаю, что делать. С них бесполезно спрашивать. Естественно, дали по шее тому, кто им давал поручение, потому что им поручение нужно выдать предельно конкретное. Если куда-то складывать снег, то куда. Поэтому это просто такое... Тут понятно. Возможные упреждения каких-то. То есть эти палеты, как вы видите, они даже не упакованы, просто на них лежат товары. И это просто одно место. Это вот нижняя полка, это тоже место. Вот и все. Нет, понятно. А просто вот по времени сколько разгрузить вот все эти отдельно коробочки, подъехал погрузчик, быстро все скинул, поменяли там сколько надо размеров. Это к вопросу о торговле. То есть если вы торгуете поддонами, вы торгуете оптом. Вот у вас приехала эта палета, на ней там 100 чего-то, и потом какой-то заказчик заказал 200, вы взяли одну палету, взяли вторую и отгрузили. Просто мы не торгуем оптом практически. И у нас хранение поэкземплярное. Это то, что я с самого начала рассказывал про фулфилмент оператора, та же самая история. То есть хранение поэкземплярное. И смысла вытаскивать эту палету целиком нет никакого, потому что человек, скорее всего, заказал одну коробку с этой палетой. А еще одну коробку с другой палетой. Или вообще с полки. Я не о продаже просто сказал. Я говорил именно о том, чтобы переоборудовать. Вы говорили, мы иногда делаем там меньше места, тут больше. Нет, мы делаем изначально, когда планируем, когда строим. Мы изначально знаем, какого размера у нас товар. Но мы давно уже на рынке. Мы в курсе. И естественно, когда мы строили склад, мы планировали с самого начала, какого размера будут полки. Если вдруг у нас в какой-то момент будет какое-то изменение, вдруг почему-то мы решим заниматься больше маленькими, чем большими, не в той пропорции, но мы можем легко переконфигурировать склад. Никакой проблемы. Где-то полочку добавим или наоборот уберем. Это несложно. А в системе просто добавим еще места. Очень простая история. Какой у вас средний чек? Обычно мы не рассказываем, но раз уж мы не в России, 15 тысяч у нас средний чек. Рублей. Наших. То есть что там? Умножить на 200. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, ядром вашей системы является 1С, а к ней уже настройка? 1С пристыковано сбоку. Сейчас я для себя еще. То есть что является ядром? На 270 умножим. 4 миллиона средний чек наш. То есть что является ядром? И далее как там интегрирован интернет-магазин уже с этим? Это реально очень долгая история. В 2007 году, когда мы искали платформу, мы поняли, что ни одной платформы, которая в данный момент существует на рынке, не устраивает нас в принципе по качеству. И в результате мы начали с нуля фактически писать свою. То есть у нас была CMS-ка никакая практически, и мы из нее вырастили. Вырастили все. То есть ядром является CMS с интернет-магазина? Я бы не сказал, что ядром интернет-магазина вообще является какой бы то ни было софт. Я считаю, что ядром интернет-магазина являются люди. А софт у нас есть рабочие места для каждого сотрудника. У каждого сотрудника есть своя роль, и к этой роли, естественно, есть определенный инструмент, и все это взаимосвязано в единой системе. То есть нельзя сказать, что CMS-ка это главная часть. CMS-ка это то, что видит со своей стороны клиент и контент-менеджер со своей стороны. Но не CMS-ка единый, то есть и не складом тоже единым. То есть есть и логистические различные инструменты, есть куча маркетинговых инструментов, есть и для бухгалтера рабочее место. То есть очень-очень много всего. Я периодически рассказываю об этом на разных конференциях. Можно поискать записи, презентации. Все это в сети этого добра много. Я все время рассказываю, что мы делаем. В плане технологий, я думаю, один из самых совершенных магазинов в Ронете точно. Спасибо. А я хочу сделать мир немножко лучше. У меня поначалу мой руководитель, генеральный директор компании тоже говорит, что ты делаешь, сейчас конкуренты это забубенят. Я говорю, ну хорошо, конкуренты забубенят то, что мы год назад придумали, мы уже давно продвинулись. И плюс, чтобы им забубенить это, нужно время и мозги. Мозги в большей степени даже, чем во времени. То есть да, я, конечно, рассказываю, какие грабли мы наступили, но это же хорошо, если они это сделают. Но наши главные конкуренты недавно перешли на битрикс, тем самым отодвинули решение подобных вещей куда подальше. Удачи им, что я могу сказать. С битриксом не решаем эти вопросы? Мое мнение о битриксе таково. Битрикс практически безальтернативная штука. То есть если нет разработчика, если нет человека, который может разработчику этому ставить задачки, то обращаемся в какую-то студию, берем битрикс и кушаем кактусы на завтрак. Ну а что делать? Ничего же другого нет? То есть это действительно система для среднего и большого бизнеса. Но без допиливания она не будет работать. То есть вам придется постоянно иметь дело с допилом, с косяками, которые вылезают в результате этого допила и так далее. Тогда не было битрикса, когда мы все это начали. Кто знает, может быть мы бы и применяли, может быть и нет. Не знаю. Но на мой взгляд, конечно, лучше, чем собственная система оптимизированная под конкретный бизнес, нет ничего. Но вопрос возможности в конкретном бизнесе его построить и в целесообразности финансовой. Все же, it's all about money. То есть если вы это можете, если у вас есть на то ресурсы, значит вы это делаете. Если вы не можете, значит у вас другие варианты просто развития событий. То есть битрикс это хорошая система, если, ну как, кошек надо уметь готовить. С битриксом примерно такая же история. То есть то, что это система из коробки, это заблуждение, это неправда. Она не система из коробки. Она из коробки работает, но не так, как вам нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова